вот мы сегодня приехали воскресный день на каренду собачки сергея павловича гуляют вот он сам стоит собирать его каренду и началась тоже собирает эти вот такая каренда стадия созревания именно вот этого светлая такая вечер черная палку вдвоем раздирали друг у друга не успел этот момент заснять Главное чтобы грести ну так слава богу за все кривые все-таки верно добился я хочу Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Там рядом с железной дорогой идет полист, который перетаскивает место по вагону, видимо ремонтная бригада какая-то. Какое-то видимо оборудование везут, озвучки у них тут. Вот он заканчивается. Это ремонтный поезд. Поэтому рассуждать о собаках, если по священному описанию, то положительного там мало. Они ходили непривязанные, об этом даже не считаем и сжирали все что есть. Кормить-то некому. Если попадался человек, умерший там, они его разрывали на счастье, оставались одни косточки. От кисти рук и ног. Как было с Изавелью. Она царица, думала, что ее похоронят. Все она знала. А Иуй распорядился по-другому. Выбросьте в окно эту проклятую. Сразу евнухи, которые ей приносили пить кофе в постель, мигом кинулись и выполнили. Вот и все. Поэтому то, что в Думе сейчас сидят, которые сегодня отдат так, завтра власть сменят, а они первые там будут. Им разницы нету, кто там, Китай или придет халифат сюда. Потому что все решает деньги. Им разницы нет никакой. Такой обман везде творится. Жадность. Псы бредящие лежа. Вот это вот точно выражаю. Не давайте жемчуга драгоценного псам. Об них, обратившись, растерзают вас. Вот такие встречаются. У них ничего нету, только лаять. Им платят за это деньги. А на кого лаять, им разницы нет. Ни отца, ни матери не пожалеют. Найдут недостатки. Притом перед Господом пишется памятная книга. И собачий виск, и рев. У Бога на все будет ответ дан в свое время. Что они преследуют невинного человека, измышляют ложь. К тому обещана награда, а им наказание. Они этого даже не понимают. Что это уже все абсолютно изречено в Священном Писании. Я утром сегодня читал, когда я сказал, что вот вы нападаете, лжете, чтоб никто не слушал. Вы будете сокрушены. Ну вот так и получается. Сегодня считаю, и Господь об этом говорит. Страха Божия никакого нету. Кого лаять, им разницы нет. Как собак, когда учат, она на кого угодно кинется. Была бы дана команда. Пауз, патрон, выстрелят. Вот так. Я держал собак, вот говорят, голуби водятся только у доброго человека. А собаки у злого. У меня были собаки породистые. Сейчас называют их немецкие. Тогда называли они более крупные. Восточноевропейская. Держал. В уголовном росте занимался. Собаки. Одноерменные голубят не голуби. Но в большинстве случаев это подтверждается. В большинстве. Как говорят в интернете, он вышел, у него с собой собака. А он голубник, сидел не раз. За плохие дела. Сидеть-то можно и за добрые. И напал на одного. И собака его тут же. И пистолет у него с собой. А напал на которого-то. Тот развернулся. Боксер-то как ударил его. Он на парапет или где-то там. Ударился головой и все. Кончался. Ну за него эти все выступили. Было им еще? Нет, не знаю. Так что на таких ухареях всегда находится убога дубинка. Вот собака защищает. Вот мы проехали. Вот этот самый ураган. Чепрак. Он с нами проехал 120 тысяч километров. Вот этот. Мы бы не могли спокойно спать нигде ничего. А он рядом. Я говорил уже об этом. Только в уссурийском крае я его не привязывал. Там тигры. Тигр его слопает. А так везде. И человек понимает, что собака это собака. Тем более это не шарит. А еще вот бери в эту макушку-то вот эту все отбирай. Что надо готовиться домой на занятия. Слушай, как сегодня москресенье и такой у нас день хороший. Слава Богу за все.